Мы обязаны быть счастливыми. Есть люди, которые рождены для того, чтобы создать эту книгу. Мы совсем разные. У нас каждого своя миссия, свои суперспособности. Это в бизнес-книгах не описано. Они описаны в художественной литературе. Читайте книги. Вот ваши наставники. Друзья, всем привет! Это шоу о литературе, любимых книгах интересных людей. Книжный чел, а это мой кашказавр. Сегодня у меня в гостях предприниматель, популяризатор книг, человек, который делает тик токи на 15 миллионов просмотров. Я, конечно, офигел, когда увидел. Гусейн Манус. Привет, добро пожаловать в кашу. Приветствую. Будем говорить про книги. Да, обязательно. Книги неотъемлемая часть любого успешного человека, на самом деле. Вот это не бесспорное, конечно, утверждение, потому что ты, когда приехал ко мне, мы начали разгонять, что ведем блоги о книгах. И ты рассказываешь, что, чтобы быть успешным, нужно читать книги. А тебе говорят, а, блин, чтобы быть успешным, надо биткоины покупать. Биткоины, ставки делать, я не знаю, сегодня купить за рубль, завтра сто и стать богатым человеком. На самом деле, ну, мой путь другой. Да, и путь многих людей, которых я знаю, моё окружение, оно состоит из достаточно богатых людей. Они все предприниматели, есть инвесторы, есть предприниматели. Ну, обширный круг в Москве. И нас, наверное, объединяет то, что, ну, 90%, не все читают книги, и много читают. И мы, когда встречаемся, за друг другом записываем. Вот это читал, это читал, и мы прям записываем. Вот я прям беру заметки, у меня есть там интересные книги обязательно про чтение. Кто-то сказал, я записал. Обязательно запишу. А давай вот ставим такой топ книг тебя и твоих друзей-предпринимателей. Или вот большая часть из вашего сообщества ребят, что читает и советует? Ну, вот из самых-самых интересных книг, которые конкретно по делу, это ReWork. Очень хорошая книга. Это люди, которые сами создавали компанию и писали. Вторая книга, наверное, всё-таки «Думай богатей». Как бы не странно. Да, как ни странно звучит, что это какая-то фантастическая книга. Но все люди, которые чего-то добились, они вот сначала читали это с неким недоверием, а потом убедились в том, что он говорит правильные вещи. Всё-таки это интервью. Наполеон Хилл взял интервью у богатых людей и создал эту книгу не просто так. Да. Хотя это и, конечно, есть стереотип, что такие книги читают люди, которые сами не зарабатывают деньги, а лишь думают, но не богатеют. Но действительно я удивлён. Очень многие предприниматели, с которыми я общаюсь, успешные, они такие «Ну да, Наполеон Хилл». Я тоже читал в детстве, мне очень понравилось. Я, правда, не настолько богат, конечно, но думаю, что мне тоже помогла. Там есть хорошая идея. Есть люди, которые рождены для того, чтобы создать эту книгу. Не обязательно он, как говорил Гандападзе у меня в этом интервью, он говорил, не делай, как делает имам, делает, как говорит имам. То есть он может говорить правильные вещи, но не делать это. Но у него предназначение говорить правильные вещи. Ну да, то есть, типа, Наполеон Хилл не обязательно сам был суперкрутым чуваком, но сказал то, что он это работает. Да, это его миссия, и я считаю, что она работает. Ну, кстати, он мастер-майнд, там те же, например, придумал и так далее. Много всяких вещей. Так что, друзья, это не просто про успешный успех, книга, если не думал. Окей, Наполеон Хилл, кто еще? Ну, давайте начну тогда с Азов. Давай. Немножко расскажу, почему книги вообще. Еще несколько книг. Еще несколько книг. «Монах, который продался в Эфирале». Тоже обычная такая книга. На самом деле она полна того, что не только деньги важны. То есть до миллиона долларов можно прям напрячься и идти по головам, заработать эти деньги и держаться. Вот чтобы заработать серьезные деньги, а я считаю, что серьезные деньги, ну, это мое личное мнение, это от 30 миллионов долларов капитала. Окей. То есть я считаю, что после него уже не важно, сколько у тебя денег. Я к этому и стремлюсь. Полпути, например, где-то еще не дошел. Но я считаю, что после этой цифры ты уже богатый человек. А до этого ты можешь... А вот чтобы перейти на этот потолок, там работает другая энергия. Это необычная энергия. Дисциплина, цель, идти по головам, во что бы ни стало. То, что характерно для многих бизнесменов. И достигает. Не работает, друзья. Не работает. После миллиона долларов работают другие вещи. Почему? Ты начинаешь осознавать. То есть первый миллион долларов самый сложный. Потому что ты развиваешь свой мозг. То есть ты идешь к нему. То есть чтобы заработать миллион долларов, ты должен перепрошить себя. Ты перепрошиваешь. И потом дальше легче. Потому что ты уже создал тот функционал, который работает. То есть ты уже запустил механизм, который работает. Если ты это сделал нечестным путем, то механизм не работает. Он разрушится. То есть в этом и фишка. А пока ты создаешь механизм, тот бизнес, ту стратегию, тот бизнес-блог, еще что-то. То есть тот механизм, который позволяет тебе заработать миллион, он зарабатывает еще 3, 4, 5. Он зарабатывает до 10. А потом нужно какой-то... Еще один другой механизм нужен. Уже идет масштабирование. Масштабирование твоего проекта. И вот дальше идет до 30. Вот чем я сейчас занят? Масштабированием и развитием неких платформ, которые не зависят от тебя. Ты спишь, она работает. Ты идешь, она работает. До сих пор это все было зациклено только на мне, то есть как на личности. То есть я работаю, зарабатываю. Не работаю, не зарабатываю. А потом ты создаешь некий механизм после 10 миллионов долларов, который уже работает. После что будет 30, ну, пригласишь, расскажу. Ну, понятно. А как Робин Шарма в этом поясан? Он как раз рассказывает про такие вещи, как осознание. То есть у тебя должен быть чистый разум. Да? Первое. То есть должен расчистить свое поле. Потом у тебя должен быть фокус. Про маяк он рассказывает. Понимаешь? Про маяк у тебя должна быть цель. Потом у тебя должна быть дисциплина, добрые дела, тайм-менеджмент, 80 на 20. И алмазная дорога. В конце есть, не ошибаюсь. Там 7 пунктов. Алмазная дорога. То есть путь доброты. То есть у тебя должна быть правильная энергия. То есть с плохой энергией ты не пойдешь дальше. То есть энергия, которая близка к Богу. Ты думаешь, что у всех успешных предпринимателей есть вот, ну, я уверен, что там маяк, цели, там тайм-менеджмент, 80 на 20. Это все делают. А вот алмазная дорога, вот эта метафора Робина Шарма про то, что нужно делать добро. Неужели все это делают? Мне кажется, многие этого не делают. К сожалению, нет. Но, тем не менее, они не добиваются успеха. Добиваются успеха. И масштабируются, и взорваться больше 30 миллионов долларов. Я уверен, что многих российских олигархов вообще как бы анти-алмазная дорога. Много классных ребят. Абсолютно согласен. Много анти-подов вот этого примера. Расскажу про следующую книгу, которую недавно прочитал. Она, кстати, тоже называется Монах. Монах и загадка. Но это не связано с Роби Шарма. Да, нет, не он, его автор. Я даже не помню, кто его автор, но мне попалось. Я его прочитал. Как обычно на все книги. Супер вообще, да. То есть книга, которая рассказывает, что есть драйв, есть страсть. Драйв — это материальное, это конкретный бизнес-план, это цель, это твой тайм-менеджмент, о чем мы говорим, да. То есть ты зарабатываешь деньги. То есть твоя цель — заработать деньги. Это драйв. У тебя мотивация есть, ты замотивирован, замотивировал людей, и кайфуешь от этого. Но ты несчастлив. Это драйв. И он заканчивается. И люди сгорают, перегорают. Я много видел богатых людей, о которых ты говоришь, и они не особо счастливы. Они как раз выпивают, и дальше, дальше, дальше много всего делают того, что... Саморазрушением занимаются, в общем. Всяким занимаются, уже у них нет границ. А есть страсть. Страсть, да, вот ты вот до того, как мы начали снимать, рассказал, что ты закончил МГИМО, у тебя был очень успешный проект, ты был успешным как юрист, как, кстати, Робби Шарма, да? Но ты выбрал страсть и ушел в неопределенность. Ну, я тоже монах, который пробил свой Феррари практически. Ты кайфуешь от того, что ты делаешь. И вот это, оно никогда не заканчивается. И когда ты живешь... Приведу пример, ладно. Давай очень короткий, очень быстрый. Встречался с чиновником, богатый, может, несколько миллиардов даже у него есть, где-то закапан, закопан. То есть, и мы с ним, он рассказывает, как на самолетах летать туда-сюда, а я рассказываю про бренд, который я создал. Не бренд, это даже не мой был, а это был бренд компании, в которой я работал, да, я 14 лет проработал крупной корпорацией. Я его продвигаю, как я делаю холодильник, как ручки там, я со страстью рассказываю. Он говорит, да, фигня, это мы в бодрыме там от гостиницы покупаем, то есть уровень там просто выше некуда. Проходит время, через часа два он уже выпил, я тоже был навеселе, тогда еще мог себе позволить алкоголь выпить, сейчас не пью. И он грустно подошел, говорит, копейте, я говорю, почему? Он говорит, ну я же знаю, что это нечестным путем, то есть, ты каждую копейку зарабатываешь и знаешь как, и даже не думаешь, что это неправильное что-то. А я знаю, что вот я зарабатываю десятки тысяч раз больше одной подписью, но я знаю, что я не приложил туда усилий. И он был грустен, я говорю, да ладно, давайте замутим какой-нибудь бизнес, где-то говорит, да нет, не так хорошо. То есть, он знает, что это плохо, но отказаться от этого не хочет. Поэтому драйв и страсть, то, что ты выбрал, у тебя страсть. У меня тоже есть бизнес, который приносит деньги и есть страсть, который, ну я кайфую от этого, хотя у меня бизнес, и я тоже кайфую, потому что мы создаем продукт. Интересная книга, давайте ссылку тогда, как обычно, мы с командой их приведем в описании, если кому интересно. Возвращаясь к теме, то есть, многие предприниматели, с которыми ты тусуешься, рекомендуют, там понятно, Наполеона Хилла, Робина Шарму, про ценности и так далее. Видимо, потому что можно быть успешным и богатым бизнесменом, там не занимаясь, там мыслями о духовном, о каком-то альтруизме и так далее, но счастливым, богатым бизнесменом, наверное, быть нельзя. в таких условиях. Нельзя. Потому что... Ну, если только не социопат какой-нибудь. Ну, наверное, не знаю, такими не общаться, возможно. То есть, я считаю, что должен быть баланс, потому что деньги не приносят счастья. Деньги... Ну, сами по себе нет. Дает инструмент. И путь, каким образом ты их заработал, это тоже важно. Вот я недавно общался со своим родственником, я давал ему деньги на приобретение одного имущества, ну, неважно, да, и он меня спросил, представьте, ты даришь кому-то деньги, и он тебе спрашивает, а это честным путем заработать? Он религиозный человек очень. Я говорю, да, до копейки. Он говорит, тогда-давь, когда примут. Круто. А так он нуждается в этом, он снимает квартиру, он живет в маленькой квартире, там 4 человека, 5 человек, он действительно в этом нуждается. Но он не готов брать деньги, чтобы купить себе квартиру, если они заработаны нечестным путем, потому что он знает, что это, ну, неправильно. Ты хотел рассказать свою историю? Историю, да. Я глубокий интроверт, так не скажешь, да. И с детства читал. Вот что я хочу посоветовать, наверное, своим подписчикам, тем людям, которые посмотрят это видео. Друзья, вначале начните читать сказки. Это прям взрослым людям, ты рекомендую? Ну, подростковом возрасте хотя бы. То есть даже взрослым людям, потому что фантазии не хватает. А мир, на самом деле, все стартапы, все интересные вещи начинаются со сказок, с фантазии. Не обязательно, что нужно внедрять сказку в жизнь, да, лежать на печи и там, искать щуку и так далее. Именно мозг по-другому начинает работать. Он воспринимает, что все возможно. То есть вот я читал сказки, все детство я читал сказки. Я не любил разговаривать. Потом мне папа подарил книгу, которая мне перевернула жизнь. Я ему за это очень благодарен. Это обычная книга, которую многие читают, но не могут найти в нем то, что заложено. Это книга «Как завоевать друзей». Дэйл Карнеги. Дэйл Карнеги, да. Хорошая книга. Для меня, как для интроверта, была ясна технология, как общаться с людьми, как заводить друзей. Потому что, ну, представь, ты классный парень, такой, разговариваешь много, а я тебя очень люблю, ты мне очень нравишься, но я об этом не говорю, я просто сижу рядом. Я интроверт. И обмена энергии нет. И мне нравится, что мы вместе. А тебе кажется, что что-то не то. Он просто сидит рядом. Ну да, Да, как бы кайфа нет. Ну, а мне это нормально. Поэтому я начал учиться вести себя как люди обычные. То есть, как задавать вопросы, интересоваться, улыбаться, смотреть в глаза, там, зеркалить и так далее. Именно в хорошем смысле. Не для того, чтобы с него что-то получить, а именно чтобы обмен энергии был, чтобы находить друзей. Для меня это важно. И вот, наверное, это первая книга, которая меня полностью перевернула. «Как завоевать друзей» и оказывать Леониду людей. Друзья, кстати, присоединяюсь к рекомендации. Я тоже интроверт изначально, поэтому мне тоже в школе, когда я почитал эту книгу, было довольно полезно. Там конкретные инструменты, как общаться с людьми. Потому что у меня много людей, даже подчинения, то есть, в компании люди есть, они классные. Они вот просто сидят. Я вижу по их глазам, что им классно. Всем остальным непонятно. Я это понимаю. Они кайфуют, выпивают, сидят, улыбаются. Им не обязательно разговаривают. Они интроверты. Но они не дают энергии. Вот эта книга поможет интровертам немножко получить инструменты, которые можно пользоваться. Думаю, что это полезно. Посоветую людям постарше почитать книгу, что связано с бизнесом. Бизнес нуля. Хорошая книга. Это Линн Стартап, который Эрик Рис? Нет, нет, нет. Не помню. С авторами у меня просто сложно все читать. Окей. О чем книга? Книга конкретно объяснять, как начать бизнес и как подбирать людей. Вот это хорошая книга. Еще одна книга Бесцельная жизнь. Нет, не Бесцельная жизнь. Бесцельная жизнь тоже хорошая книга, кстати. Дедлайн. Дедлайн. Супер книга. Написана в формате романа, когда привлекает человека, привозит крутого генерального директора Сио на остров или какую-то страну и ему нужно создать из этой страны сделать диджитал страну. То есть там они должны быть номер один и вливают огромные ресурсы. И как этот человек выстраивает всю свою империю, действительно достигает этого поставленной цели. Рассказом какой-то идет, ну, как повесть идет. То есть интересные рассказы, моменты, очень не скучно слушать. Вот этот момент очень важный. Давно читал, а нам прям вот для людей, которые начинают бизнес, что-то создавать. Естественно, для людей, которые уже что-то создали и уже есть несколько даже бизнесов, как это структурировать, как это создать механизм, конечно, Рей Делио принципов. Это уже очень серьезная книга. Я ее, кстати, я любитель, книголюб, я ее прочитал, когда болел коронавирусом, я ее все откладывал, откладывал. Вот когда заболел, месяц у меня нечего делать было, я ее взял и действительно, для людей уже достаточно успешно, предпринимателей, которые хотят систематизировать свой бизнес, это принцип. Ничего нового я не скажу, наверное, уже говорил про эту книгу. Принципы, да, конечно, классная книга, но я думаю, что не только для предпринимателей, в принципе, поучиться у такого мощного чела, как Рей Делио, есть смысл всем. Друзья, ссылки на книги в описании. Когда ты успеваешь читать книгу? Понятно, что, наверное, большинство подписчиков моих нет, иначе бы они не были подписаны, нет у них такого мнения, что нет, книги не надо читать, все-таки, да, книги полезны, надо, но у всех своя работа, у всех свой бизнес, и по остаточному принципу люди выделяют время на чтение и жалуются, что вот не находят его. Как у тебя с этим? Какой у тебя подходит? Точно знаю, что это полезный инструмент, и он внедрен в мою жизнь как привычка. Ну, я про привычки много говорю, про это есть целый ежедневник, путь, который я создал, который меняет жизнь, и тогда немножко про рекламирую. Действительно, это даже не реклама, это я создал ежедневник, путь, и все деньги с этого ежедневника я трачу на благотворительность, то есть это не мой бизнес, то есть много вопросов было, Гусейн, как стать богатой, я говорю, вот, ребят, я все создал, вот мы, кстати, с сыном, когда отдыхали, я придумал, что сделал такой ежедневник, я создал такой ежедневник, я его продаю, на все деньги трачу на благотворительность, как раз у меня есть благотворительное, не общество, а просто 12 добрых дел, да, я даже не собираю деньги свои и трачу, которые зарабатываю на инфоблогинге. Для меня это некая миссия людей давать им знания, получать от них деньги и тратить на боготворительность. Получать такой крутой круговорот. Когда я читаю? Я, во-первых, знаю, что точно прочитаю не менее 24 книг. Это маск мой. Две книги в месяц. За год 24? Да. Это достаточно. И это не оверш какой-то успех. Любой человек это может сделать. Если я не успеваю читать, я слушаю. Действительно, я слушаю. Когда я это делаю, был вопрос. Да, привычки, вот ты говоришь. Как именно оно все может? К чему привязано? К чему привязано? Это привязано к ритуалам. Я вот просыпаюсь. Я работаю и на себя, поэтому могу прийти на работу в любое время. Поэтому есть такой плюс. Я поэтому всех приглашаю заниматься бизнесом. Есть некая свобода. Есть некоторые подводные камни, правда. Много, да, да, да. Но это ответственно. Приходишь в любое время, ну и уходишь тоже иногда попозже. Так? Да. То есть я в утром встаю у меня там туалетные дела, гигиена и так далее, да. И потом у меня идет медитация, зарядка медитация, молитва и потом я читаю. Я читаю две-три страницы. Немного. То есть с утра я обязательно должен прочитать. Все. Вот это масло. После этого я иду завтракать. Я получаю информацию. Я удовлетворен, что прочитал книгу, я иду. Это две-три страницы любой может прочитать. Ну иногда, конечно, читаю больше. Иногда десять страниц, потому что уже сижу, уже понравилось и пошло, пошло, пошло и все. И дочитал там. Могу два страниц. Но это все равно полчаса. Это все равно сорок минут. Это немного. После этого на работе могу в обеденный перерыв. После обеда еще минут 15 раз почитать. Потому что как раз после обеда никто не подходит. И читаю в самолете. В самолете читаю много, когда летаю. И читаю еще в машине, когда еду. Когда не успел уже выполнить план. Это уже плохо для меня, потому что я все-таки люблю глазами. Глазами это больше, мозг работает больше, чем со слух. А в машине ты имеешь два аудиокнига? Да, да, аудиокнигу любую, в которой у меня уже есть списки. У меня есть уже список книг 24, которые я буду читать. В этом году? Да. Есть вот список, которые я делиться не буду пока. Я когда читаю, потом отказываю. Я хотел спросить. Да, да, любой, да. А как ты их составляешь? Вот у тебя есть там компания твоих друзей, которые тебе советуют. Откуда еще берешь? Я слушаю умных людей, например, вот так же слушаю твой подкаст, да, там, YouTube смотрю, там, умных людей. Они постоянно рекомендуют какие-нибудь книги. Я прям записываю, и потом фильтрую, смотрю, подходит ко мне содержание или нет, в моем формате или нет. Но это где-то все-таки 15 книг будет из 24, это связано с бизнесом. 5-6 книг каких-то таких отвлеченных тем, которых я не разбираюсь. Например, это может быть на сегодняшний день я читаю, например, книгу по производству. И какой-то будет вот уже в свободном репертуаре что попал. Художественная литература как интегрирована в твои читательские... Последнее время, к сожалению, не интегрирована, но я все детство читал, все российские, русские писатели. Ну, любимый Достоевский, конечно. Я читал его практически по-моему. Ну, круто. А что, любимая из Достоевского? Ну, наверное, братья Карамазовы. Хотя нет. Я наидет. Что еще? Если честно, больше никого, наверное, так не перечитал. Вот я за него взялся, за Достоевского. Мне понравился, как пишет. Лев Толстой нет. На 43-й странице раза три брался за война и мир. Именно на 43-й, там, когда графиня там что-то начинает, я засыпаю. Я понимаю, что я его читать не буду. Ну, понятно. Тут мы, конечно, тут я не соглашусь, но да, мне кажется, что как раз психологизм и мы сейчас как раз перечитываем с моей девушкой Екатериной Войну и мир. И я прям кайфую по-новому от этого. Но тут дело вкуса. Надо еще раз взяться. Я очень рекомендую. Но сейчас ты мало читаешь классику. Ну, хорошо. Скажу, любимая книга. Все-таки не Достоевский любимая книга. Как ни странно, все-таки любимая книга, это две любимые книги. В детстве это Робинзо Крузо. И самая любимая книга это «Мастер Маргарита». Я ее прочитал. Ну, раз в семь прочитал. И чем ты так ее любишь? Мне всегда... Сначала мне нравился... Я первый раз, когда прочитал, мне нравилась историческая часть. Да. Я вот эту часть, которая более фантазийная, какая-то современная, я ее перелистывал. И сейчас быстро читал по диагонали, а потом наоборот начал читать вот эту часть. И с каждым разом я воспринимаю жизнь по-другому. То есть сначала она мне оказалась, что она сумасшедшая какая-то книга. Человек, который написал. И историческая часть понравилась. Я ее читал, когда работал гидом. В Турции как раз, да? Да, я в Турции работал гидом порядка девяти лет. Ну, вся эта культура мне нравилась. И сейчас нравится, да. И мне нравилась эта история про римлян, про Понтия Пилата, про Иисуса Христа, Ага, Нотви, да. Все это нравилось. А вторая часть, такое сумасшедствие, это понравилось, потом это сумасшедствие, какая-то фантастика. Я ее воспринимать вообще не мог. Не мог воспринять. Мой мозг не принимал. А потом в моей жизни начали выявляться. Вот я живу, и раз там, отрывки из этой книги. То есть ни с какой книги не было какой-то отрывок, какой-то сюжет, какой-то синхронизации с моей жизнью. Я взял еще раз почитал. Уже проникся. Потом еще раз. И каждый год я ее подряд как раз читал. Каждый год в течение 7 лет. Давно не читал уже. Наверное, надо взять и читать. Здорово. Как ты думаешь, вот художественные книги, они полезны для бизнеса и для саморазвития? Или все-таки вот нужно читать книги нонфикшн про бизнес, про конкретный аспект. Ты все-таки вторым подходом пользуешься сейчас? Да. И это, наверное, была моя ошибка. Потому что мы почему-то бизнес-книги воспринимаем как реальность, а художественную литературу как сказки. Ну, какой-то роман, какая-то другая история. На самом деле, когда я начал уже заниматься серьезным бизнесом, то есть у меня всегда в бизнесе я доминировал, я был главным, я был единственным. Когда у меня пошли уже, ну, если ты хочешь большой бизнес, ты один не справишься. Конечно. Нужны партнеры. То есть в каких-то проектах, сейчас у меня очень много проектов, больше 10 человек, то есть механизм целый. И эти люди, я никогда не думал о людях. Я все время думал о бизнесе, о цифрах, что никто не может предать, никто не может, я же вот так думаю, это же правильно, я же вот создал некую справедливую форму, при которой все зарабатывают. смысл что-то делать другое. Оказалось, могут, люди по-другому думают. Иногда они делают нелогичные вещи, абсолютно нелогичные поступки. И это художественная литература описывается, то есть это психология, это уже как раз те вещи, которые могут подсказать нам в бизнесе, как люди могут поступать. Иногда люди воюют просто, чтобы воевать. Или они твой бизнес ведут ко дну, причем они сами там же, просто из-за амбиций, из-за какого-то эгоизма, даже не понимая до конца. То есть это в бизнес-книгах не описано, они описаны в художественной литературе. Поэтому если я сначала этого не понимал, то я начал понимать это и начал читать и больше смотреть, даже вот как ни странно, то начал смотреть сериалы. Какие-то такие исторические, конечно, связанные с турецкими, турецкие сериалы есть. Прекрепный век? Нет, нет, я смотрю и от Угрула, и от Османа. Надо посмотреть, а то вот живу уже год почти в Турции и пока я не добрался. Ладно, спрошу тебя тогда потом рекомендации. Значит, ты говоришь, что все-таки художественная литература помогает лучше понять людей. Да. И это нужно им в бизнесе, естественно. Обязательно нужно. На этом строится все. Если ты не один работаешь. Абсолютно верно. не читать ее просто как художественную литературу, а принимать как к исполнению. То есть так же, как мы читаем бизнес-литературу. То есть так же, как мы выписываем какие-то вещи, так же выписываем. Я так же сейчас поступаю. Ты занимаешься популяризацией книг. Ты записываешь там ТикТоки, рилсы, шортсы, ютуб-ролики на тему и так далее. А при этом у тебя там бизнес, довольно много компании и так далее. Зачем ты вышла всем этим? А это, наверное, моя миссия. Все-таки вот скажу как есть. Мне это не хватало само выражение какого-то. То есть я сначала стеснялся этого писать. Путь от интроверта. То есть стеснялся этого, но хотелось показать, рассказать. И это вот идет у меня рассказать что-то. Я вижу как систематизировать. То есть у меня мозг работает, это мой дар. Когда есть некий хаос, я могу брать и систематизировать вещи, сложные вещи превращать в простые. И я понял, что это мой дар, я могу это делать. Это делаю я быстро. Какие-то посты я могу, которые люди вымучивают из себя. Я пишу за полторы минуты сидя там где-то там стою за кофе могу пост написать. И для меня это легко. она идет. В этом отношении блогинг для меня это идти по течению. Причем по быстрому течению. Я не прикладываю усилия. А всю жизнь я прикладываю усилия, чтобы поговорить, довести переговоры, продать что-то. Я все время шел против. А тут я иду по течению. И не хочу останавливаться. И мне есть что-то сказать. я 16 лет работаю, 13 лет работаю, 16 лет в другой стране. Я сам достиг успеха. Я считаю для меня успех. Не только в материальном. И в семейном, и в физическом, и в духовном. То есть я могу быть наставником многих людей, простых парней, девчонок, которые нет у них там богатых родителей. Ну и они все время говорят вот нужны богатые родители. Не нужны, друзья. Можно. То есть я для них должен быть примером. Я вот это все вещаю. Мне нравится, я иду по течению. Это некое подчеркивает своего тщеславия. Да. Когда тебя узнают, где-то подходит и так далее. Я кайфую от этого. Я не скрываю это. Это тоже нужно признавать, да. Кайфовать от этого. Не может быть совсем не тщеславным. Это невозможно. Да. И мне нравится, что я этим делюсь. И самый кайф знаешь в чем? Что я это делаю бесплатно. То есть у меня нет выгоды с этого. То есть здесь как раз не драйв, а страсть. Я кайфую от этого. И я когда что-то говорю, что-то продаю даже. Я знаю, что я эти деньги потратил на выгодоплете. Я это продаю с удовольствием. Когда ты все-таки что-то с этого имеешь, какой-то есть. Я же продавец профессиональный. То есть я знаю, что какая маржа у меня, что. Ну и когда продаю что-то здесь из своих каких-то инструментов, я это делаю вот прям вот. У меня агонь. Я могу это делать не стыдясь и говорить по всему миру. То есть я кайфую от этого. Ну страсть. Как ты думаешь, если радикально больше людей начнут читать, как изменится общество? Изменится. У меня уже многие пишут, хотя я считаю, что мой блог не такой большой на сегодняшний день. Там какие-то сто тысяч подписчиков в Инстаграме. Ну в ТикТок понятно, там может быть огромное количество. много какие-то. Ютуб мы только начали, но я вижу, что выхлоп хороший идет, то есть там уже больше 30 тысяч подписчиков. Я вижу, что люди меня чувствуют, моя искренность. Я для них некая глоток правды или свежего воздуха, когда они говорят топорными вещами. Да, то есть вот это. Ну я так же говорю, но я говорю, это так, что мне верят, потому что я все этот путь прошел. Если я всем говорю стать цель, я знаю, почему я говорю. Например, кстати, по цели хороший книга ответ. Ответит на все вопросы, почему нужно ставить цель. Если коротко, почему нужно ставить цель. Мне так понятно, я полностью согласен, что нужно. У меня есть курс, который полторы тысячи прошли по продуктивности и целеполагания, поэтому я с тобой полностью согласен, но периодически до сих пор получаю комментарии, пишу постом с целью, 23-й мне пишут. Опять ты, блин, про достигаторство, про цели. Зачем ставить цель? Живи жизнь, кайфуй. Расскажу. Очень, очень простой пример. Вот, ты находишься в толпе, много звуков, и тебе вдруг кричат, Гриша, ты только этот звук слышишь. И кроме тебя никто не слышит. Почему? Потому что твой мозг именно так работает. Это просто алгоритм, он расчленяет из всего этого звука только то, что тебе нужно. И когда ты ставишь цель, то есть ты активируешь, рентикулярно активируешь систему, мозгу, это инструмент, как рука, нога, глаз, это то же самое. И все, ты активировал ее, и ты идешь к цели, и ты видишь только то, и собираешь только то, что тебе нужно. Если ты не поставишь цель, то мозг просто хаотично работает. Вот ты самый простой. когда идет мобилизация, кого-то больше всего, если ты бежишь от мобилизации, ты больше всего кого будешь видеть? Военных людей. Естественно. В толпе. Будешь прям. Или ты хочешь купить мерседес цешку, например, или гелик, или ламборгини урус. Везде будешь замечать. Да. Это факт. Поэтому у тебя курс все правильно. Ну, отвечает мне нравится. Я говорю про цели. Я говорю, что людям, простым людям, можно достичь успеха. И не можно, а нужно. Во-вторых, я агитирую, что нужно, не нужно, а мы обязаны быть счастливыми. Это моя агитация. И что путь к успеху, он добрый и честный, порядочный, а не какие-то обязательно должны быть родственники или кого-то обмануть, украсть и так далее. Нет. Этот путь честный, он немного дольше, чем нечестный. Хотя он самый короткий. В итоге. То есть можно пойти нечестным путем, обмануть, украсть, сесть в тюрьму и 30 лет провести в тюрьме. Можно эти 20 лет правильно распределить сейчас счастливым, богатым, успешным и уважаемым человеком. Но это сделать за 20 лет. Я 16 лет работаю. Я недавно, меня спросили, сколько ты лет работаешь? Я так посчитал, получается 25 лет. То есть я в 37 лет заработал свой первый миллион долларов. 37. Работаю 16. То есть достаточно большой промежуток. Кумулятивно, с каждым годом, эффект сложного процента. Так, ну вопрос, догонку. По поводу счастья, ты говоришь, что каждый должен быть счастливым. Обязан. Обязан даже. Почему так? И это первый вопрос. Второй вопрос, ну сейчас тебя скажут многие люди, что может быть я и обязан, но не все от меня зависит. Тут вообще какая-то жесть в мире происходит и со мной конкретно, например, какой-то человек скажет, я не могу быть счастливым в этих условиях. Что ты ответишь? Я вот этот слоган, каждый обязан быть счастливым, не должен, обязан быть счастливым, посмотрел в фильме «В поисках счастья» приключений Гектора. Очень всем советую. Это, конечно, не по твоей части книга, а фильм. Ничего страшного. Фильм можно тоже снять. Супер. И там, когда Гектор проходит все приключения, спрашивает монаха, так что же, я понял, что я должен быть счастливым. Говорит, ты не должен быть счастливым, ты обязан быть счастливым. Каждый человек обязан быть счастливым. Мы родились на этот свет, пришли на этот свет, чтобы быть счастливыми людьми, а не жить в муках. И для того, чтобы понять, в чем твое счастье, ты должен понять своего аватара, своего персонажа. Каждый человек, вот ты и я, у нас два глаза, один нос, двое ушей, одинаковые, но мы совсем разные. У нас каждого своя миссия, свои суперспособности. У каждого у нас есть свои способности. Нет одинаковых людей. Самое главное понять самому. Никакой дяденька, тетенька не придет и не объяснит тебе, где твои плюсы и минусы. Человек должен сесть и проанализировать себя. Лет в 20 это уже можно сделать. Можно посмотреть по физиологии, где ты находишься. Ты пловец, атлет, или, я не знаю, бегун. Если ты бегун, у тебя ноги длинные. Если ты пловец, у тебя туловище длиннее. Это уже физиологический факт, это факты. Есть аксиомные вещи по жизни тоже. Ты технарь или гуманитарий. Есть какие-то вещи, нужно просто себя проанализировать для начала. И после этого ты понимаешь, где ты можешь быть, где ты можешь быть успешным. Почему я сказал про страсть? Чаще всего мы успешны там, где мы идём по течению. Быстрое течение идёт. То есть в первую очередь надо идти там, где идёт что получается. Тогда мы начинаем программировать своё подсознание, что мы можем. Наши достижения. Чем больше мы делаем то, что получается хорошо, мы больше получаем позитивное подкрепление. Да, позитивное подкрепление. Отлично, супер. Да, вот хороший термин нужно забрать. Позитивное подкрепление. И тем больше вероятность, что сложные задачи мы тоже будем выполнять. Уже которые не подходят нашему аватару даже. Но нам нравится. Например, я занимаюсь тайским боксом, моя физиология не подходит к тайскому боксу. Но я люблю. Моя подходит к атлетике, к каллистейнике, я не знаю, ещё чему-то. Я люблю йогой заниматься. Она не подходит изначально. видит. Но после того, как я достиг каких-то вещей в атлетике, тяжёлой, атлетике, я говорю, что я могу, я спортивный человек, я могу уже идти наперекор против течения. То есть, но чтобы понять, что у тебя получается по течению, нужно проанализировать себя. Это и есть дорога к счастью. Счастье — это есть развитие постоянное, преодолевание. Но люди почему опускают руки? Потому что берутся за что-то сложное сразу, за то, что им противоречит, и у них не получается соответствия, потому что у них нет вот этих критерий успеха. Подкрепление, как ты правильно сказал, успешность. Как только ты подкрепляешь вот эту успешность, вот я прописываю это как раз, у меня в ежедневнике путь написано, мои достижения. Ты пишешь. Нет такого человека, вот я достаточно, ну, человек, можно сказать, сильной нервной системы, но у меня тоже бывает опустошение, пессимизм, апатия, я встаю, что я делаю? У меня есть книжка, я ее открываю и начинаю читать. Что я сделал в своей жизни, в своей достижении? И на третьей, четвертой странице, знаете, я уже себя лучше чувствую. В душах принял, зарядку сделал, все, я могу, все это. Так, я еще не могу подвести своих партнеров, потому что они меня ждут, у меня есть дедлайны, цели, и все, ты пошел, погнал, хочешь, не хочешь, встал, поехал. И как только начинаешь делать, а, как говорится, аппетит приходит во время еды. Это да. Все, супер, самое главное сделать шаг. И вот это три момента, которые делают человека счастливым. Понять себя, начать подкреплять свою дорогу успешными кейсами, как говорят со временем, и после этого преодолевать новые препятствия. Ну да, наверное, все-таки любой человек может быть счастливым, если особенно Виктора Франко почитать, который там в концлагере умудрялся сохранять бодрость духа. Татуировщик? Или как? Нет, я не помню название книги, но про смысл, поиски смысла. Легендарный чувак. Так, Чарли. Блин, я не успел поймать. Белый карликовый волк прыгал куда-то в поисках своего простого волчьего счастья. Погавкать на кошек, которые у нас бегают вокруг вилла. Про цели. Ты вот говорил про понять себя, понять свои цели. Какой у тебя вот понятно, что ежедневник твой помогает в этом и ты его продвигаешь. Замечательно. Ну вот и для тех, у кого его нет, какие, наверное, три рекомендации ты бы дал для человека, который хочет поставить себе цель. Окей, ты познал себя, ты понял, к чему ты расположен, но ты не можешь, например, придумать цель. Ты такой, ну окей, у меня есть такие-то сильные стороны, но блин, как выбрать цель в жизни? На самом деле, очень многие подписчики мне тоже это пишут. Сейчас отвечу. Актуальный вопрос. Вот у кого нет ежедневника, отвечу. Могу хронологии перепутать, но как бы я же тоже не робот. Первое, мы определились с аватаром. Супер, мы знаем свои сложные, плохие и так далее. После этого отталкиваетесь, мы выбираем тот бизнес, который, ну, тот, давайте так, начнем со здоровья. каким мы хотим быть? Счастливый человек, он здоровый человек. Ну, скорее всего, да, то есть, он ничего не болит, это уже счастье. Что нужно сделать для того, чтобы продлить свою счастье? Правильно питаться, как я буду пить воды и так далее. Ты пишешь свои цели. Биохакинг. Биохакинг. Окей? Да. В хорошем смысле. Да, хотя бы, да, то есть, здоровье, вот я хочу тебе сказать, Гриша, мне позвонил как-то партнер и говорит, мы сделали в этом году, в этом месяце, то, что ты поставил, когда, ну, в начале года, два года назад поставил цель, к концу года достичь цели. Но мы ее не достигли, достигли вот сейчас, в этом месте мы сделали столько-то миллионов чистой прибыли. Большая сумма. В этот момент у меня болела сильно спина. Прямо так, что я спать не мог всю ночь. Я говорю, да, да, Миша, да, хорошо. То есть, никакого счастья. Он говорит, что случилось? Что ты не рад? Я говорю, да, я очень рад. Просто так болит спина, что я двинуться не могу. А я, представь, такая ситуация, что я принимаю самые сильные, ну, обезболивающие, китаны, какие-то, которые, ну, можно купить в аптеке, да, даже по рецепту, общение, ни на грамм не уходит. Такая боль. То есть, здоровье, друзья, как ни крути, цель должна быть, одна из целей должна быть здоровье, второй должен быть спорт. Спорт — это преодоление, то есть, это человек, преодолевая себя, становится сильнее. И первое, что нужно, подростку, взрослому человеку заниматься спортом, потому что это фактически некая сублимация, да, бизнеса или еще чего-то. То есть, это параллельная вещь. То есть, То есть, вам нужно выбрать спорт, который вам нравится. Бегать не нравится? Ездить на велосипеде. Нравится плавать? Плавать. Бегайте. Деньги не нужны. Коврик для йоги. Нету отмазок, да? Сто процентов. Третье. Это бизнес, где вы себя видите. А, давайте третий. Давайте третий легче. Сбережение, финансы. Как я буду копить деньги? Сколько я скоплю деньги? Потому что деньги дают, я у меня большой пост здесь про деньги, он такой, достаточно такой жесткий. Деньги дают тебе посмотреть спокойно, душой, глаза твоего сыну или дочке. Ты можешь быть спокойнее, ты увереннее в тебе, когда у тебя есть некая финансовая подушка. Ну, по-любому. Как ни крути. Когда я вот гидом был, и у меня в кармане 500 долларов, у меня даже осанка по-другому было. Ну, честно. По-другому одет, по-другому разговаривал, по-другому. Уверенность дает деньги. Поэтому финансовая подушка цель должна быть. То есть она даже не столько из-за денег, а для того, чтобы быть уверенным, чтобы разговаривать. То есть тогда ты идешь на работу, у тебя денег нет, у тебя вариант, нет, ты идешь на ту работу, которая тебе дают. А когда у тебя есть деньги на 5-6 месяцев, ты выбираешь. Это большая разница. Когда ты можешь выбрать работу или делать то, что ты не хочешь. Третье. Четвертое. Это бизнес-проекты, бизнес. Я вообще хочу сказать, что найм можно работать только в моих компаниях. Честно. Или в подобных компаниях. Потому что у меня нет потолка бонуса. Мои сотрудники практически работают на себя. То есть у них есть зарплата, фикс, неплохая, у кого-то хорошая, у кого-то поменьше. Но бонусная часть высокая. То есть они в принципе работают на себя. Они достаточно много зарабатывают. Те, которые находят на ключевых ролях и уже дошли туда. То есть потолка нет. Я как другие предприниматели жопить не буду. То есть он заработал миллион рублей, я ему выплачу. Три заработал? Три. У меня система мотивации правильная. Если он заработал три, то я заработал тридцать. То есть я к тому, что а есть компании, где есть потолок. Большинство компаний этого нет. Понятное дело. Я тоже стараюсь своих сотрудников кстати в этом плане премировать. Так? Да. То есть поэтому лучше всего делать все-таки бизнес. Докажу прямо сейчас. Десять тысяч долларов в хорошие зарплаты? В любом мире. Смотря на кого. Но в целом да. Десять тысяч долларов. Для большинства локаций да. Десять тысяч долларов в месяц большие деньги для бизнеса? Маленькие. Вообще ничто. Вот и так. Поэтому разные критерии. Там для кого-то это предел, для бизнеса это начало. Ну все-таки я сторонник такого подхода, что не для всех бизнес подходит. Это чаще всего люди со специфичным складом готовы в это ввязываться. Потому что тут и больше рисков, больше нервов, больше ответственности. А прям такой бизнес-бизнес, который успешный, быстрорастущий и так далее. Этот человек должен быть немного даже со своими какими-то психологическими особенностями и травмами, которые хочет что-то доказать миру. Я сам такой буду. Немножко отморозок. Да. Дальше идем? Конечно. Путешествие, друзья. Это все составляющие цели. Цели. Но если человек не знает, как поставить цель, я ему даю область. Хотя бы направление. Это может быть... Сколько стран я хочу посетить в этом году? Например, у меня есть минимум две страны новые, которые я хочу посетить. Хочу посетить Бали, хочу посетить Узбекистан, есть в Балусе Грузия, дай бог Япония. Но это уже... То есть у меня всегда есть минималка, средняя и максимум. То есть цели тоже так надо ставить гибкими. Потому что как только мы не достигаем, мы... Растраиваемся. Да. Надо минималку поставить, которая легко достижимая, средняя и максимум. И по всем направлениям так же. То есть спорт, например, зарядка, да? Максимально это пробежать 10 километров, средняя это сделать хорошую, мощную, получасовую разминку и третья, легкая, если я не успеваю, просто размяться в течение 5 минут. Но ты все равно делай. Самое главное, чтобы она была. Хороший подход. То есть такой гибкий подход. Это тоже описывается в ежедневнике. Потом, естественно, должна быть миссия то, что дает мне страсть. Вот как миссию найти? Вот это, наверное, самое сложное. Потому что то, что ты описал, да, как бы понятно, что нужно ставить цели в сфере здоровья, спорта, двигаться, общаться с близкими в этой сфере, в финансах, в каком-то психологическом благополучии. А вот глобальную миссию как найти? Объясню. Как я понимаю. Сейчас я о ней скажу. Ну, я думаю, что если что-то добавить, вот в цели это благотворительность. Да, еще одна благотворительность. Я вот свое видение могу поделиться. Я думаю, что у тебя все это будет. В комментарии зайди только потом еще на YouTube и посмотри комментарии. Может быть, даже кто-то из твоей команды поотвечает, или ты сам? Я сам отвечаю. Пишите в комментариях вопросы Гусейну, и мы передадим какие-то точечные. Вот, чтобы он ответил сам, пришел в комментарии. А тогда к миссии. Миссия. Хорошо. Люди часто путают, очень часто путают, чем я заниматься, мое предназначение. Слишком много внимания. Смотрите, есть пять подразделений. Если, дай бог, не забыл, то расскажу. Первое, это работа. Работа это не связана с миссией, или работа это то, что приносит деньги. Я продаю холодильники, драйва нету, хотя я могу создать продукт, но я электронная коммерция, купи, продал холодильник. Работа, она мне приносит деньги. Все. Второе, образование. Я юрист по образованию, мы коллеги, но я ни дня не проработал юристом. Да, и заочно закончил, как фактически, ну, как бы, рядом прошло, просто диплом у меня есть, и все, чтобы, когда устраиваться на работу, мне сказать, высшее образование есть? Есть. Все. Давай. Например, то есть у меня так. Третье, это полезность. У каждого человека есть полезность. Каждый человек может быть полезен. Он может просто сидеть рядом, уже полезен. Что-то вот сделать полезен. Вот у меня сын, например, делает шикарно чай. Например, он полезен? Полезен. Может помочь мне в чем-то? Может. Он полезный человек. Я всегда с моим детям говорю, будьте полезными людьми, тогда всегда с вами будут дружить и общаться. Полезность. У каждого человека есть определенная полезность. Это вот, ну, он должен знать. За то, что тебя благодарят, как минимум. Да. Вот. Вот твоя полезность. Есть ещё твоё увлечение, от чего ты кайфуешь. Вот у меня, например, я люблю мотоциклы, я люблю играть в волейбол, я кайфую, я могу этим заниматься, платить за это. Но как только я стану тренером по волейболу, мне это не разомравится, это перейдёт в раздел «работа». Ну понятно, да. То есть, если кто-то говорит, что найди то, что ты любишь и делай это, ты ни дня не будешь работать, я говорю совсем другое. Это разные вещи. И последнее. Миссия. Люди думают, что миссия — это самое важное предназначение моё. Знаете, моя миссия простая — рассказывать в блоге, как я живу, как я достиг, рассказывать про книги, которые я читаю, как направить, как правильно жить и так далее. Это моя миссия. Она обычная. Я ничего глобального не делаю. У кого-то миссия просто каждое утро вставать, выходить, если даже он живёт в многоэтажном доме, выйти и почистить клумбу. Вот он выбрал эту миссию сам. Если не знаешь, что твоя миссия, не надо её искать. Сам реши, что это твоя миссия. Как в анекдоте, знаешь, когда в поезде мужик умирает, он спрашивает, а в чём же моё предназначение было? Он говорит, помнишь, она по Москве-то ехала, тебе сказали, мужик, дай зажигалку, ты передал. Вот это вот. Не надо об этом слишком думать. Просто надо делать. Выберите что-то. Я не знаю, там, преподавать где-то, приходить, рассказывать, помогать детям, просто там, спускаться инвалидам. Я не знаю. В чём тут? Выбрать самому. Не надо заморачиваться. Потом придёт. С одного, другое. То есть в этой жизни до 30 лет надо сделать, если не знаешь вообще, немножко туповатый и не хочешь анализировать, и не можешь понять. Таких много, которые не хотят заниматься собой. Я таким же был. Пока я не проанализировал себя, я никуда не подвинулся. Никто мне не помог. Никто. Я от окружения слышал, ой, какой ты красивый. Я говорю, ой, у тебя уши такие. Всё время меня колбайсило. Потом я сел и проанализировал себя полностью. Разложил по кусочкам. Мои плюсы, минусы и всё-всё-всё. И после этого как-то я начал уже понимать свою жизнь. Всем советую начать с этого. Нету дяди, тётенька. Никто вам не разложит карту и погадает. Гороскоп, кстати, я верю. Какие-то общие вещи можно понять. Например, направление, там ещё что-то. Интроверты. Пройдите все тесты. Поймите, кто вы вообще. С этого надо начать. Делайте путём исключения. Я это сделал, не понравилось. Не зашло. Это сделал, не понравилось. Это сделал, не понравилось. Это чуть-чуть понравилось. Это вообще супер понравилось. А, так, положил это. Следующие пять. Не понравилось путём исключения. Нет такого. Я сижу и всё пришло. Нет. Пробовать, не понравилось. Следующее попробовать, да? Выбрать какую-то миссию с того, что ты уже делаешь и что тебе уже нравится и что тебя вдохновляет. Ну, не давать очень много... Не придавать этому огромное значение, что миссия я должен... Может быть, вам просто выжигалку надо передать. Ну, блин, как-то это не очень вдохновляет, если такая миссия. Поэтому надо самому выбрать эту миссию. Ну, вот ты тоже говорил про Робина Шарму, там у него же есть, про маяк. Я так всегда воспринимал это как именно что-то, к чему ты стремишься, да? Не в плане какая-то локальная цель, там, заработать, например, в этом году, там, столько-то миллионов, а именно глобально, что ты, там, хочешь, ну, например, кто-то там хочет найти лекарство от рака, да? У него вот такой вот маяк. У кого-то там вести блог и популяризовать какие-то штуки. Вот. Но не у всех такие глобальные штуки есть. И я на практике сталкиваюсь, у меня нет какого-то ответа для этих людей. Если человеку, вот, у него не такая миссия, у него нет ничего такого вдохновляющего, что ему делать? Искусственно выжимать из себя, наверное, не стоит. Найти что-то такое локальное, ну, не как зажигалка, но, там, что-то попроще, там, с тем, чтобы убирать клубу, ну, возможно. Но если это его не вдохновляет, если ничего прям супер не вдохновляет человека, что тогда? Он себя недостаточно хорошо проанализировал, значит? Нет, он, у него заселился паразит. Если человек ничего не вдохновляет, и ему ничего не хочется, и он не знает, что он хочет, в нем поселился паразит по имени лень. Плохая лень. Есть хорошая лень, да? Один процент. И 99 плохая лень, когда ему лень. И здесь одно только движение, вот такая некая секрет, да, расскажу, формула. Это когда ты с тренером работаешь, классно, у меня тренера вот такие, вообще. Обычно, когда я прихожу к тренеру по тайскому боксу, говорю, Дэн, сегодня что-то у меня болит, давай по лайту сегодня. И в тот день будет самый мощный. Я говорю, слушай, ну, что-то ты перестарался, он говорит, да, перестарался, да. И последний удар был неправильный тебе по морде. Я говорю, да, я же тебе сказал по лайту. А, точно, я забыл. То есть, просто надо брать и делать. Если ты сам не можешь брать и делать, то есть, хочешь, не хочешь, берешь и делать. Это самодисциплина. А есть хорошая книга, сила воли не работает. Нет ни у кого желания и супер дисциплины. Просто надо себе поставить те рамки, при которых по-другому ты поступить не можешь. Или это уехать в другой город. Вот я уехал в Анталию, я тоже ленивый человек, как и многие. Все ленивые. Просто если я не пошел бы и не устроился на работу, то мне платить за квартиру нечем. Меня выкинут. Вернуться в Баку, когда я всем обещал, что я вернусь миллионером, как-то не кайфово. Да, сразу, через месяц. То есть, это меня как-то так, типа, нет, встал, пошел. Там три раза. А вам точно не нужно, работник? Третий раз прихожу, он говорит, ну ладно, давай, иди заработай. То есть, ты переходишь за какую-то грань. Это первый момент. Второй момент, когда ты в паре с кем-то. Это вообще супер работает. Когда мы с кем-то рядом, мы смелее. Наверное, замечал, да? Ты когда идешь с девушкой, ты смелее. Ты заходишь, что-то спрашиваешь. Или женщина смелее становится рядом с тобой. То есть, она чувствует опору, наезжает. Говорит, да, ты мой мой, сейчас парень тебе... А ты такой, блин. Да. Да, но я увижу. Я имею в виду, когда ты с кем-то, ты сильнее. То есть, людям нужно парень. Или ты дал обязательств перед кем-то. Там, тренер в 6 часов утра, ты каждый день бегаешь, ты ему заплатил, и он уже внизу ждет. Если ты не выйдешь, то, блин, все. И ты выходишь. То есть, нет абсолютно дисциплинированных людей. Люди думают, вот все такие. Нет, я такой же милый человек. Если мне хочется полежать дома, и в этот день действительно мне ничего не надо, я полежу. Но у меня есть дедлайны, партнеры, цели, и формулировка. Встал и пошел. Хочешь, не хочешь, делаешь. Потому что ты обязан быть системой. Не, ну, красиво, красиво, хорошо сказано. Но в целом, полностью согласен, да, читал во многих книгах про силу воли, что это действительно такой редчайший случай, когда человек, ну, не знаю, какой-нибудь Дэвид Гоггинс, может быть, приходит на ум, или какие-то всякие такие ультра-хардкорные фанатики, там, марафонцы, которые, ну, просто как наркоманы на этом живут. И у них там, это даже скорее не сила воли, а просто у них какая-то деформация, что они каждое утро в 5 утра встают там и бегают там по марафону. Но большинство людей, конечно, не такие. Нужно просто формировать привычки, триггеры, там, создавать себе окружение. У меня тоже, я занимаюсь сейчас с разными тренерами, там, у меня тренер там по теннису, тренер по шахматам, там, диетолог, и перед каждым чувствую ответственность. И тут уже, если ты фоткаешь свою еду каждый день, ну, как-то чипсы уже не поешь. Да, да, да. Такая же ситуация. Так что, да, понимаете. Есть ли у тебя какое-то еще наставление, какой-то инсайт для моих подписчиков, который вот ты бы очень хотел поделиться? Я хотел поделиться тем, что многие мои подписчики находятся в маленьких регионах. Я всегда говорю, окружение очень важно. Я хочу поделиться тем, что не надо искать причины, что у меня не то окружение, у меня не то образование, у меня не то здоровье и так далее. Друзья, вы живете в уникальнейшее время, когда есть YouTube, когда есть интернет, когда есть даже TikTok. Даже с TikTok иногда черпаю хорошие мысли. Слушайте практиков, смотрите хорошие, качественные подкасты, читайте книги. Вот ваши наставники. Выбирайте их. Меняйте свои привычки. Кстати, книгу посоветую. Атомные привычки, наверное, знаете. Да, хорошо. Сто раз, наверное, рассказали про нее, но она рабочая. Меняйте свои привычки. Ставьте себе цели и ставьте себе те рамки, при которых вы по-другому поступить не можете. В этом и есть успех. И помните, что каждый обязан быть счастливым. А чтобы прийти к успеху с большей вероятностью, нужно обязательно подписаться на YouTube-канал Книжный Чел. Друзья, это просто гарантированно повышает вашу успешность и уровень счастья. И нажать колокольчик, и написать комментарий, на который, возможно, Гусейн придет в комментарии и ответит. Ну, у меня еще один вопрос есть к тебе. Давай поменять. То есть все время ты у меня спрашивал, я хочу у тебя спросить. Очень короткий вопрос. Это будет по скримптум, да? Да. Или как это по-русски? У тебя очень много хороших подкастов и интервью с такими выдающимися людьми и людям, которые добились серьезных достижений. Да, и в бизнесе, и в жизни, и так далее. Какие чаще всего три книги они рекомендуют? Наверное, это такой банальный вопрос, но я хочу задать. Окей. Ну, давай разобью ответ на две части. Это художественная и нехудожественная литература. У меня тут разные люди приходят. Там писатели, например, Улицкая, условно говоря, Быков, Водолазкин. И приходят там предприниматели, приходят там какие-то мыслители или даже политики, типа Хакамады. И практически все все равно рекомендуют художественные книги. Поэтому вот художественные книги как отдельный блок. Я думаю, что все-таки это в первую очередь классика. И тут я полностью присоединяюсь к своим гостям. Это в первую очередь супер банальные, конечно, вещи для многих из тех, кто сейчас это смотрит и слушает. Это Толстой, это Война Эмира, Анна Каренина, это Достоевский, это Бесы, это Присупление и Наказание. Идиот вот сегодня порадовал меня как рекомендация. Вот этот минимум-миниморум, который нам преподают в школах, от которого мы плюемся, он на самом деле без него никак. В школе тебя может это бесить, и ты можешь не хотеть это читать. Потом во взрослом возрасте садишься, читаешь и думаешь, блин, насколько эти мощные были ребята, которые это все писали. Вот, классика русская, ну и не только русская классика. Вот можете там, друзья, если вы хотите что-то почитать, зайти в другие выпуски Книжный Чел, помимо этого. В этом много рекомендаций. Зайдите под другими, посмотрите ссылки. Там очень много и ссылок, и конкретных рекомендаций, что кому лучше зайдет из классики. Понятно, что с самого хардкора не нужно начинать, не нужно, ну, на мой взгляд, во всяком случае, кто-то, может быть, так и сможет, но я бы не рекомендовал сразу читать что-то суперсложное и супертяжеловесное. Начать там, условно говоря, того же Пушкина, можно начать читать его сказок, которые супербыстро читаются и просто. Вот. Или там, я не знаю, Мишеля Монтейня, опыт, и можно читать там просто кусочками, не обязательно там все тома сразу заглатывать. Ну, в общем, классика, это все классические произведения. Да, тут я даже отдельно, наверное, Толстого с Достоевским только выделю. Вот. От себя еще посоветовал бы в топ Крем де ла Крем, я бы добавил Набокова, но это уже моя вкусовщина. Наверное, не все гости рекомендовали его. А из нонфикшн книг, зависит от гостя, конечно же, но очень многим нравятся книги про современные достижения нейронаук, формирование привычек, то есть это там и атомные привычки, и там нано-привычки, там много разных книг, атомные привычки Клир, нано-привычки это Би Джей Фок. Ну, довольно много разных книг про привычки, в принципе, практически все, если я, которые на слуху, они неплохие, я прочитал их штук пять, наверное, и в целом могу сказать, что все читать необязательно, прочитайте какую-нибудь одну. Многие советуют теми навыков высокофиктивных людей, если на Кове, Даллио принципы, ну, какую-то такую тоже классику типа Канемана, классику современную нонфикшн, а Канеман, думаю, медленно решает весь второй процесс принятия решений. Отдельно еще, наверное, такую книгу, которая на стыке фикшн и нонфикшн, порекомендую из тех, которые многие гости на его шоу называли, это «Гарри Поттер и методы рационального мышления». Это Елизарь Литховский, один из крупнейших мира экспертов по искусственному интеллекту, чувак из Калифорнии, он написал фанфик по Гарри Поттеру, в котором он интегрировал свои мысли про рациональное мышление, про то, как достигать целей быть рациональным и лучше понимать себя, других людей, психологию, очень умная книга, которую я читал несколько раз. Напишу. Да, вот это прям такая одна из топовых рекомендаций. А так, друзья, если вам интересно, будет впервые на канале, или вы недавно подписались, просто пролистайте плейлист «Книжный чел». Уже вышло около сотни выпусков шоу «Книжный чел», а еще есть терминальные чти на другое шоу на этом канале, там тоже очень много интересных сайтов рекомендаций. Ну, приятно, что ты меня тоже спросил, Лишка, ты перевернул эту группу в конце. Спасибо, Гусейн. Подписывайтесь на ресурсы Гусейна, все ссылки в описании. Подписывайтесь на «Книжный чел», напишите комментарии, как вам хотите, ли еще контента с бизнес-мыслителями и лидерами. И скоро увидимся. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok